Музыка Здравствуйте, дорогие соотечественники! Недавно было объявлено президентом нашей страны о том, что нынешний 2019 год – это особый год. Это год 660-летия основания нашего государства. Более того, это особый год нашей государственности. Потому что, как сказал Мандевиль, если государство – это улей, то государственность – это дух улья. И вот от того, какие пчелы, правильные или неправильные, вспомните, не пуха и пяточка, населяют этот улей, значит, так он процветает или деградирует, в нем появляются трутни и мало чего другого происходит. Поэтому 660-летие – это особая дата, поскольку это говорит о том, что в 1359 году было основано государство Молдова. Оно появилось на всех картах, которые, как мне рассказывали наши дипломаты, которые были в Ватикане, они сказали, что Папа Римский, Войтыла, значит, когда они пришли к Папе Римскому на прием, вытащил старую карту, расстелил ее на столе и прочитал «Терра Молдавия». Он говорит, значит, она существует, это сказал Папа. Однако не все у нас в стране согласны с мнением Папы, что она существует. Нас принято говорить, что Молдова – это сталинская креатура, Пак Молотова-Риббентропа почему-то сюда приплели, и бог знает что. Короче говоря, мы никто, страна наша – это какая-то там провинция Бессарабия, и не более того. Что я хочу сказать, почему я тут такое вступление. Темой, основной нашей темой, будет вот что. Мы говорили о мандивилевской метафоре. Государство – это улей, а государственность – это дух этого улья. Так вот, чтобы появился дух этого улья, за это государство проливались пот и кровь. Ничто не делает так идею государственности священной, как жертвы. Наши деды погибали во все времена. Вот последняя – это была Вторая мировая война. Тьма Молдаван, самых, я под Молдаванами полонимаю всех жителей Молдовы, самых различных национальностей, положили свои головы за то, чтобы сейчас и Брюссель, и Варшава, и Лондон, и Париж были свободными пространствами. Почему-то, когда Европа празднует вот эти все дни, о наших дедах забывают. Но самое страшное, что о них забывают некоторые из наших сограждан. Когда мы слышим, что для нас это не день победы, это для нас день поражения, хочется сказать следующее. Люди, чтите своих предков, чтите их подвиги, чтите их пот и кровь, потому что государственность, потому что суверенитет, за них заплачено дорогой ценой наших предков. И они это делали, как говорил Стефан Великий, не для себя, а для наших потомков. Для того, чтобы обсудить эту тему, о том, как мы относимся к нашей истории, как мы понимаем эту историю, как нам подают и почему так подают, мы пригласили в гости профессора Института международных отношений Молдовы Сергея Назария. Он был уже у нас в студии. Это человек, который написал уйму интереснейших книг, что поразительно, он обладает редким даром писать серьезные, научно обоснованные, со всем аппаратом, которым техническим, научным полагается, но он пишет это доступным языком, понятным. Его книги может прочитать любой. Я даже хотел бы отметить еще одну вещь. Он и Шорников, это единственные награжденные президентом Российской Федерации государственными наградами именно за тот вклад в дружбу между народами Молдовы и России, которые внесли эти два замечательных историков. Итак, у нас в студии Сергей Назария. Приветствую вас, Виктор Иванович. Спасибо за приглашение. Добрый день. Как тема, мне кажется, она необычайно актуальна. Почему? Переходим мы в старые знакомые, Виктор Сергей. Почему эта тема продолжает так нас ранить и тревожить? Питер Иванович, вот вы, сама постановка вопроса и то, как вы это сделали, вы уже частично дали ответ на эти вопросы или, по крайней мере, заложили основу ответа. И обсуждения. И обсуждения, конечно. Потому что не буду только я один говорить, а мы будем с вами, наверное, обмениваться мнениями, скорее всего. Может быть, чуть-чуть больше буду я. Естественно. Да, в области. Да. Но хочу сказать следующее, что если за любую идею не бороться, то она прекратит существовать. Понимаете? И если не передать вот эти ценности, любые ценности, но в данном случае вы говорите о государственности, о нашей молдавской государственности, не передавать их следующим поколениям, то эта идея может и затухнуть. Хотя в молдавской истории было неоднократно, что казалось бы, вроде бы она затухла, а потом оказывается она жива. Не случайно Папа Иоанн Павел II вот именно сказал, а она же существует, да. Вот она существует с эпохи Средневековья и по настоящее время. Вот вы очень хорошо привели вот эту цитату насчет Улия и... Мандевилля. Да, и о том, что государственность является духом вот этого Улия, да. Значит, вот мы не один единственный в мире народ, который имеет государство и затем на определенном этапе как бы прерванную государственность. То есть мы утрачивали независимую государственность, потом на каком-то историческом этапе вновь ее восстанавливали. Папа, и все-таки она существует. Она существует, совершенно верно. Вот, и были и другие народы, которые имели даже еще более трагичную судьбу, чем те же армяне, те же евреи, да. В диаспоре. Даже персы, Виктор Иванович. Но вот эта идея дух государства, который жил в ментальности, в душах людей, о том, что мы там должны иметь свою страну, свою государственность, свое государство независимо. Да, у нас сейчас его нет. Мы под чужеземным владычеством находимся, там турецким, персидским, греческим, римским. Тлеет. А дух тлеет и веками тлеет. А в евреях он тлел 18 веков. Даже больше. Даже больше. Ну, тысячелетик. Даже 19 веков. Правильно. От разрушения храма. Да, от разрушения храма до... Ну, даже несколько дольше, Виктор Иванович. Потому что, вот тут, если можно, я нашим телезрителям... А, еще вавилонское племенение было. Так, несколько раз. Они утрачивали государственность. И восстанавливали. Государственность возникла у них, ну, вот, настоящее уже государство в 11 веке, да, до нашей эры. А потом, на протяжении первого тысячелетия, они дважды или трижды утрачивали государственность. И окончательно его утратили после разрушения второго храма. Вот первый храм был разрушен вавилонцами. Ирод восстановил потом. Был разрушен вавилонцами в 6 веке. А Ирод восстановил потом. Затем, через почти 6 веков, ну, более 5 веков, Ирод восстановил, ну, уже было, существовало еврейское, иудейское государство. В общем-то, но несколько веков не существовало этого государства, после чего вавилоняне его уничтожили, потом персы освободили еврейскую элиту в конце 6 века, понимаете? Но государство не восстановили. Провинция была. Провинции персидской державы, затем греческой, македонской державы, да? Да, да. Затем в составе парфианской, сирийской. И в конце концов, они во втором веке нашей эры, через примерно 400 лет, восстановили свою государственность, понимаете, евреи. Так что у них прерванная государственность не просто 19 веков, а более 2 тысяч лет, если все уникальное место. Под народом. Понимаете, и вот этот народ более 2 тысяч лет дважды жил без государства, но с государственностью в душе и в мозгах. Улей разрушили, а дух улей витал. А дух улей жил в душах людей, в этих пчел, понимаете? Пчелы, даже будучи разбросаны по диаспоре, уже после разрушения храма, уже не Соломона, а Ирода, да, второго храма, вот, значит, они были носителями вот этой идеи. И каждый религиозный праздник или просто семейный праздник, когда в какой-то семье еврейской что-то отмечали, то одним из важнейших элементов, которые вот эти люди поднимали, говорили, мы должны восстановить нашу страну на ее исторической родине. И они ее восстановили через почти две тысячи лет, правда? С первого века нашей эры, как в Риме их завоевали. Ну, в принципе, не их завоевали раньше, но какое-то время еще иудея считала, как зависимая под Римом государство, а потом они ее превратили в провинцию, да, после смерти Ирода. Превратили ее в провинцию. Но она почти две тысячи лет, более тысячи девятьсот лет не существовала. Она существовала тут и тут. В мозгах и в душах. Можно вот такую деталь. Вот именно обращаюсь к тебе, как к историку. Я слышал от многих специалистов по Ветхому Завету, мы должны все христиане помнить, что наш Ветхий Завет... Основа христианства. И он практически одинаков с тем, который чтут иудеи. Сторой, конечно, сторой, да. Сторой, простите, считайте, это одна традиция, одна абрамическая. Это одна книга. Но что интересно, очень многие специалисты по Библии, причем как религиозные деятели, так и светские, говорят, если хорошо вдуматься, то Библия – это книга истории народа. Это верно, но через религиозную призму. Да. Понимаете, вот это не история... А религиозная призма и есть духовная призма. Да, бесспорно, вы правы. Но, понимаете, вот если рассматривать Библию, Ветхий Завет, ну и Новый Завет, но в данном случае вот мы говорим о Ветхом Завете, как духи государственности еврейской, да? Значит, там он присутствует бесспорно, но он присутствует не через призму, несколько там иное, не через призму сохранения государственности, а сохранения верности Господу Богу Всевышнему, Яхве, понимаете? Но Яхве через посредство еврейской государственности обеспечивает евреям правильное существование. То есть вера в Бога и государство... Можно сказать, что Яхве – это есть символ и дух Израиля. Дух Израиля, дух государственности. И он потом перешел к другим народам Господь. Бесспорно, бесспорно, потому что у нас единый Бог у всех трех аврамических религий, и иудейской, и христианской, и мусульманской. Вот папа недавно римский... Мы верим в единого Бога. Вот сейчас папа римский был в Эмиратах. Виктор Иванович, даже если мы не верим в Бога, мы все равно верим в единого Бога, понимаете? Который... Назови его природой, натурой, духовностью, разные слова. Не будем вдаваться мы в эти детали, но самое главное... Еще раз, Бог – это не какой-то дед с бородой, который сидит в облаках. Виктор Иванович, но это каждый понимает по-своему. Бог – это дух. Это каждый понимает по-своему, конечно. Но вы правы. Это дух. Вы по сути правы. Это духовность. Но давайте вернемся к государственности, к идее государственности. Вот мы как бы приводим пример евреев. Но евреи не одни, я говорил об армянах. Армяне несколько раз утрачивали свою государственность. Армянская государственность возникла в форме еще древнего государства Ура-Арта. На рубеже IX-VIII веков до нашей эры. Затем ассирийцы его разгромили вместе со скифами. Два века оно не существовало, а потом в VI веке возродилось в виде армянского царства. Затем его завоевывали персы, завоевывали римляне, византийцы, турки. А еще эпоха эллинизма Тигран II-Великий. И они, Виктор Иванович, постоянно возрождались после каждого завоевания. Через несколько веков появлялось вновь армянское царство. Оно просуществовало с античности. И вот существует по наше время почти 3000 лет уже ему. Понимаете как? Оно имеет почти такую же историю, как и у евреев. Между прочим, армяне и евреи родственники. Генетически это доказано. Это ближайшие родственники. Гаплогруппы, да? И есть еще... Я не знаю всю эту научную терминологию, но они очень близкие родственники генетически. Есть геммы. И есть третий их родственник. Курды, которые никогда не имели государства, но всегда на протяжении последних 3000 лет жили с идеей курдской государства. Булья не было, а идея государственности до сих пор была и есть. Со времен на Сирии. А теперь, конечно, есть и другие примеры. Можно говорить о поляках, которые на каком-то этапе утратили свою государственность. И даже великие народы утрачивали государственность. Понимаете? Или были на грани утраты государственности. Франция, например, в годы Столетней войны. Англия была несколько раз завоевана. Понимаете? Вначале англосаксами. Англосаксами норманы. Потом норманы завоевали. Датчане норманы, да. Да. На берсах. Ну, англосаксы, они датчане вообще-то, да. По-хорошему англосаксы. С викингами. Они датчане, да. Но они родственники. Потом и их завоевали норманы. Вы понимаете? Но государственность английская жила. Хотя каждый завоеватель приходил и говорил этому народу. Начиная с кельтов, которые пошли против Цезаря и Рима. И кончая англосаксами викинг. Я бы уточнил. Римляне пошли против них и завоевали их. И были проблемы. Но потом они сбросили римское владычество. Восстановили свою независимость. Прибыли англосаксы. Долго шла борьба между бритами и англосаксами. В конце концов, получилась Англия. То, что мы ими... Уже когда норманы, это был последний виток государства. Последний виток. Последний виток, вы правы. Внешнего завоевания. С тех пор Англию больше не завоевал. И заметь, каждый завоеватель, помимо крови и прочего, оставлял что-то от своей культуры и генов. Бесспорно. Как и у нас. Бесспорно это всегда. Как и у нас. Значит, и Россия была на грани тоже утраты своей независимости несколько раз. Не один раз, между прочим. Во время татаро-монгольского нашествия, во время польского нашествия, во время смутного времени, да. Во время наполеоновского вторжения. Тоже было непонятно, вот кто победит. Первоначально все были уверены, что... Да и в первую мировую немцы дошли. Ну, во вторую, во вторую мировую. Киев взяли. Да, и все такое. Понимаете? То есть, сложности были у многих народов. Они их утрачивали. И потом вновь восстанавливали государственность. И мы, молдаване, не единственный случай в этом случае. Я специально для наших телезрителей это привожу, чтобы люди поняли... Замечательные примеры. Что мы не единственные. Очень показательные. Но мы среди тех, которые, утрачивая государственность, всегда ее носили в своей душе. И хочу вам сказать, Виктор Иванович, такой момент, который вы наверняка знаете, но для наших телезрителей, наверное, было бы интересно еще раз это услышать. Когда после февральской революции началось массовое движение за самоопределение национальное, не только социальное, политическое, но и национальное на руинах царской империи, молдаване не были исключением. Они тоже подключились к этому движению. И 2 декабря 1917 года, вот единственное, что сделал хорошее сват Улцери, он провозгласил восстановление молдавской государственности. Потому что декларация этой республики была равносильно восстановлению государственности. Ну так оно так и было. Но в рамках российского государства. Но все-таки... Молдавская государственность. Не провинция, не государственность. Конечно, бесплатно. Как феникс из пепла. Из пепла. И что я вам скажу, что когда потом советская власть уже, где восстанавливала, а где впервые устанавливала эти национальные государственности, потому что были народы, которые никогда не имели ранее своей государственности. Они получили губернию и все. Они получили впервые свою... Та же Украина. Она впервые получила свою государственность в советское время. А кто знает, государства Белоруссия или государства Украина не было? Была Русь. Кстати, Финляндии не было государства. Финляндии не было. Эстонии не было. Эстонии, Латвии. Литва была. Литва. Грузия, Армения были бесспорно. Мордова была. Узбекистан в какой-то иной форме был. И Таджикистан в какой-то иной форме тоже был. И Казахстан, это... Цирк, я мне не даст соврать, это куманные половцы. Казахстан. 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 Половец. Казахстанская государственность существовала в виде разного рода орд. Самая первая из них куманская. Конечно, это половецкая орда. Это кочевая форма государственности. Но государственность, конечно. Как сказал кто-то из наших замечательных археологов, это государство на колесах. В каком-то смысле. Кибирки. Пошутил. В каждой шутке. Тот же Чингисхан на колесах передвигался. Понимаете? А его орда на лошадях. А женщины, скарм, дети, кибирки. А такие, скажем, народы, как туркмены, киргизы, вот, они, я не знаю, азербайджанцы, они, по-моему, не имели своей государственности, вот такой непрерывной, на каком-то этапе. А племенные союзы были? Конечно, что-то у них было, бесспорно, какие-то племенные союзы, да. Это, может быть, как вы говорите, на колесах. Они входили, эти народы, в состав других государств, скажем. Империи. Вот, да. Тот же Азербайджан, скажем, он входил в состав персидской державы на протяжении нескольких тысяч лет. Совершенно верно. Но такой своей самостоятельной государственности, поскольку, я знаю, у него не было. Регион, как бы провинция. И впервые он получил государственность от советской власти, в общем-то. То есть, можно на секунду, вот, как от имени телезрителей. Конечно. Значит, вот она ирония судьбы. Обычно тех, кого обзывают, там, тираны, кровавые, жестокие. Кто восстановил нашу государственность? Иосиф Виссарионович создает, когда вот Молдавскую... Ну, я бы сказал, советская власть все-таки. Вот, нет, я хочу другое. Но при нем. Нет, обвиняют-то эти деятели... Согласен, согласен. Ну, кровавый сталинский режим, то-да-сё. Я говорю, не в сталинском режиме, ребята, дело, а в законах истории. Потому что, не будь учреждена Беларусь, которой никогда не было на карте государств. Украина. Та же Финлянтия, она всегда под Швецией регион был. Та же Эстония. Латвия под Тевтонами. Другое дело, конечно, Молдова и совсем другое дело Литва и других ты упомянул государств. Но, получается, что советская власть дала народам... Впервые учредила национальную государство. Государство. И не будь этого, при развале СССР, никогда бы мы в ООН не стали членами мирового государства. Но я хочу отметить не только государство, а именно специфика национальной государственности. Потому что белорусы имели государственность в составе древнерусского государства. Мы её называем Киевской Руси. Не-не, смотри, белорусы – Белая Русь, а украинская – Червоная, Красная Русь. Виктор Иванович, Малая Русь. Украина – Малая Русь. Нет, там и Малая Русь, а Запад – это Красная Русь. Червоная Русь – это Новгородская земля. Не-не-не, Красная Русь – это район Львова. Не спорьте со мной. Значит, Белая Русь – это Белоруссия. Давай так, отложим спор после. Белая Русь. Хорошо, не с вами спорю. Я просто докладываю телезрителям, могу доложить. Что дала советская земля? Значит, Белая Русь – это Белоруссия, Малая Русь – это Украина, Красная Русь – это Новгородчина. Это не Запад. Значит, Новгородчина не сложилась как государственность, хотя имела такой шанс, шла по этому пути. Но так сложилась ситуация, что в конце 14-го, начале 15-го века и затем на протяжении 15-го века Москва установила в начале свое влияние. А в конце 15-го века московский князь Иван III Васильевич, впервые прозванный Великим, хотя прозвище Великий относится больше к Ивану IV, его внуку Грозному. Обычно Иван Великий каланчетой знаменитой. Ну и они оба великие, и деды, и внук. Так вот, Иван III в 1478 году положил конец новгородской государственности, присоединил его окончательно к московскому государству. И таким образом Красная Русь не появилась на Горуссии. Кстати, один момент очень важный. Новгород было единственной республиканской государственностью Ипсков на территории Руси. Ипсков тоже, да. Единственное, что касается, вот раз мы заговорили уже о Белоруссии, у Белоруссии никогда не было своей собственной национальной государственности. Но государственность у них была в составе, еще раз говорю, древнерусского государства. И тогда еще не было белой, малой, там, великой Руси. Эти понятия появились позже. Давай точнее скажем, был дух государственности. Нет, было государство. Государства как такого у них не было. Государство было, древнерусское. Княжества были. Подожди, где было белорусское государство? Княжество, да? Нет, Виктор Ильич, ну послушайте. Вот две минуты послушайте, не прерывая меня. Давай. Значит, появилось древнерусское государство во главе с князем. Неважно, каков титул главы государства, но это было государство. Оно появилось в середине 9 века нашей эры, номинально считается датой появления русского, российского государства, приглашение Рюрика на княжение в 862 году. Но государство уже было до этого. Понимаете, как Рюрик его укрепил, оформил, объединил все восточнославянские племена, в том числе и тех, которые потом, впоследствии, через несколько веков, не ранее, чем в 14 веке, стали Белой Русью. Не ранее, чем в 14 веке, Белой Русью, Малой Русью и Великой Русью Великоросой. Великая Русь. Великороса, да. И Красная Русь – это Новгородщина, значит. Значит, теперь… Запад. Все в истории. Это Галичина, она всегда была Галичиной, которая всегда входила в состав Польши. И с Западной Русью было покончено, к сожалению, в начале 14 века, когда Польское королевство фактически аннексировало. Через, конечно, там династические союзы, но оно аннексировало Галичское и Волынское княжества. Да, совершенно верно. И с Русью было покончено. Но Русины остались. Русины остались. Да, так вот, значит. Ну, вернемся к Молдавии. Давай. А то мы все про других, про армян, про русских, про евреев. Нет, ну это очень важно, чтобы себя поняли. Важно, важно, для параллели. В зеркале других. Бесспорно, да. Я что хочу сказать, что вот все-таки мы возвращаемся к Молдаванам, но опять-таки на примере белорусов. Не было ни у белорусов, ни у украинцев национальной государственности. Не было. Но у белорусов, и у украинцев, и у русских, хотя тогда не было ни белорусов, ни украинцев, ни русских, было единое государство и единая идея государственности до монголо-татарского завоевания. Была единая Русь. Потом, по причине монголо-татарского завоевания, Русь истекала кровью, и на нее набросились, как стая волков со всех сторон. Не только татары, шведы, тевтоны, поляки, литовцы и так далее. Понимаете, все рвали из нее куски. И потом потребовались века для ее восстановления и вновь включения в состав единого государства. Как говорили, собирание Руси. Собирание. Так вот, белорусы какое-то время после распада Единой Руси на княжество в начале, было создано Пинское, Минское княжество, но это не были белорусское государство. Это были древнерусские княжества, которые номинально подчинялись великому князю. Вначале к Киевскому, а затем к Владимирскому, когда Великое княжение перешло на Северо-Восток, во Владимир. Во времена это произошло Юрия Долгорукова, первый великий князь. Того самого, что памятник. Да, ну и в общем-то он считается основателем Москвы. Так и есть. Затем его дети, это все вот Большое Гнездо и Боголюбский, Андрей Боголюбский, в общем-то. Вот они первые третьи человека уже не в Киеве княжили, а на Северо-Востоке Руси. И вот они считались и номинальными главами государства. И в принципе все шло фактически к тому, что они реально должны были быть главами государства. Был еще один центр притяжения русских земель, именно Галицкая земля. Но все-таки Северо-Восточная оказалась более сильной, более мощной, сила притяжения ее была мощнее. Поэтому все эти княжества, образовавшиеся на территории развалившегося древнерусского государства, номинально признавали, некоторые фактически признавали свой вавсоритет по отношению к великому князю. То есть центр все-таки был. Но напали татары. Русь истекала кровью. Не только Владимир, и Киев. Не-не, подожди. В начале Владимир Суздаль. Смотри, мы, чтобы наши телезрители поняли, Сергей, не все так хорошо знают эту историю. Понял, Виктор Иванович. Понял вас. Смотри, что у нас получается. Сначала центр в Киеве. Так? После всех разбродов и шатаний, и князья между собой там воют, укрепляется Владимирско-Суздальская. У меня бабушка из Владимира. Совершенно верно. Вы совершенно правы. Потом удар монголов рассыпается в Владимирско-Суздальская. И только потом появляется Московский центр. Ой, очень позже. Очень позже. Лет через сто. Да. Лет через сто примерно. Совершенно верно. В начале 14 века уже. В 1301-е Иванка лета. И то собирание этих земель шло очень медленно, долго. Но очень упорно. Очень упорно. Ну и поначалу, конечно, не было ясно, что это Москва станет собирателем. Но это другой вопрос. В общем-то, я к чему веду? К тому, что татаро-монгольское нашествие с востока, шведское, тефтонское с запада, с северо-запада, польское и литовское с запада, они практически поставили Русь не то, что на колени. Ну, восток. В основном восток, юго-восток, конечно. Ну, да. Можно сказать, и юго-восток тоже, да. Значит, но основное направление с востока они шли, в общем-то. Значит, да. Так вот, значит, к чему я веду? Я хочу к белорусам все-таки прийти, Виктор Иванович, а потом к молдаванам перепрыгнуть. Значит... Ты не забывай, мои дети на четверть белорусов. Я же учился в Минске. Я только за. Я только за. За братьев белорусов. Так вот, Виктор Иванович, значит, белорусы, чтобы не попасть под татар, объединились с литовцами. То есть не белорусы, а те древнерусские княжества, которые существовали на территории современной Белоруссии, современной Украины, западной... То, что потом назовут Белоруссию. То есть нынешняя западная Украина ушла в Польшу, а Малороссия, так называемая, начиная от Киева, Чернигова, и Белоруссия, Пинское и Минское княжества, объединились с Литвой. Образовалось литовско-русское княжество, которое на 90% состояло из славян, из нынешних украинцев и нынешних белорусов. И большинство православные там были. 90% они все были православные. Даже между нами часть литовских князей тоже были православными. Конечно. Значит, и русский язык был официально государственным языком. Все грамоты. Но потом так сложилась история, не будем сейчас сдаваться в подробности. Кстати, последнее слово «господар» в литовских грамотах. Впервые слово «господар» фигурирует в литовских грамотах. Ну, это славянского происхождения. Поэтому, когда мы говорим «господару наш господар», это переводится как «хозяин земли». Это перевод из римского. Это титул римского императора «доминус». Отсюда титул молдавского государя через Византию «домн». Дело «доминус». Но это идентично слову «господарь». И русский князь, затем царь, был господарем русской земли. Польский король был господарем польской земли. И так далее. Французский король был господарем французской земли. Он был господарем, хозяином. Таково. Это римская традиция. Значит, просто название. А у нас, у молдаван, «ши господар», «ши дом». Оба названия сохранились. «Домну» и «ра господару». То есть и латинская, и славянская. Совершенно верно. Вот наши корни. Вот наши корни. Совершенно верно. И вот через братья... Дорогие телезрители, посмотрите, как Сергей Назареев тонко-тонко подвел нас к пониманию того, что даже на этих двух словах «господарь» и «дом» показаны истинные корни нашей культуры. И латинской, и славянской. И нашего естества. Спасибо огромное. Спасибо, Виктор Ильич. Но давайте я все-таки закончу нашу взрыв. Давай заканчиваем. Значит, вот белорусы, имея государственность в составе литовской, затем утратили государственность, когда создалась Речь Посполитая, затем эти территории в 18 веке вошли в состав Российской империи. Они не имели уже своей государственности. Они входили в состав других государств. И лишь советская власть в конце 17-го, начале 18-го года восстановила их государственность в форме национальной государственности. Это касается и белорусов, и украинцев, и молдаван в 1924 году. Но идея государственности молдавской на левобережье восстановили нашу государственность в форме автономной республики. Вначале. Но идея молдавской государственности жила в душах крестьян молдавских. И в 19-м году, когда Красная Армия освободила от всякой нечисти левобережье, и от петлюровцев, и от махновцев, и от всякого рода банд, батик разных, и от белогвардейцев, и от кого хотите, там был полный беспредел. В общем-то, людей убивали, резали по беспределу. Гуляй поле. Гуляй поле. Вот. И первым делом, что делали молдавские крестьяне, вам не хочу сказать, что во всех селах, во многих селах, провозглашали молдавские республики. То есть идея молдавской государственной была жива в молдавских селах. И это документировано. Это все документировано. И когда в 1924 году начался процесс, а он шел по всему Советскому Союзу, мы уже говорили, были созданы многие национальные государства, начиная с 1917-1918 года, этот процесс продолжался до начала 30-х годов. И даже позже. В виде автономных республик, союзных республик, автономных областей, автономных краев. То есть вывески разные отсюда. И даже национальные автономные районы существовали какое-то время, Виктор Иванович. Вот, к сожалению, у нас ГГУЗам нашим не дали статус национального автономного района. Хотя они просили это в годы советской власти. Они тоже хотели... Еще при советской власти. В составе Молдавии они хотели какую-то свою маленькую автономию иметь. Хотя бы национально-культурную. Но им не дали. Значит, и не дали не только в Кишиневе. Москва отвергла тогда их. А получается, а наш парламент все-таки ума хватило и дали. Ну, созрели и мы, созрели. И они, слава Богу, да. Слава Богу, что созрели. Так вот, я возвращаюсь к Молдавану. Когда в 1924 году была создана Молдавская республика, то вот эти наши оппоненты, которые отрицают нашу молдавскую государственность, государство, идентичность, они игнорируют тот факт, что это было не искусственно осознанно, как они пытаются это сверху, Сталином, Советской властью, Кремлем. Молотов, Ребетро. Ну, в 1924 году еще далеко было. Не-не, я говорю про после войны. Это было позже. Нам же дручили. А мы говорим еще о 1924 годе, Виктор Иванович. О 1924 годе мы говорим. Так вот, Молдаване, Левобережье... Ты имеешь в виду автономную столицу в Балтии? Со столицей вначале в Балтии. 24-й год, автономная молдавская столица. То есть мы идем по порядку? Только по порядку. Так вот, ее не создали просто сверху для проповеди идей в мировой революции. Молдаване изнутри требовали это. Снизу шли массовые письма. Еще с 19-го года. Я же не случайно вам прогуляю в поле. Кстати, там на левобережье молдавских сел была тьма тьмущая в свое время. Ну, как и сейчас. Ну, как и сейчас. Они есть, но без людей уже. Говорят, меньше и людей нет. Виктор Иванович, да, людей нет. Так вот, потом, а на этой стороне Бессарабии я этим делом уже занимался профессионально, не просто где-то читал, а документально, на архивах. Значит, здесь, и это в том числе на румынских документах, здесь была жива молдавская государственность. И простые молдавские крестьяне хотели изгнать румын и восстановить молдавскую государственность эмпреуны Куруши. Мы это все найдем в истории румын? К сожалению, это придается молчанию, это придается анафеме, проклятию. И если мы об этом говорим, и нас вот смотрят в этот момент наши оппоненты, то они плюют в экран, понимаете, как видя нас с вами и то, что мы говорим. Понимаете, не нравится им правда. Это все задокументировано, задокументировано, проанализировано, все сходится. И в архивах, и в книгах, и в фильмах даже. Было бы желание это, посмотрите. Было бы желание говорить правду. Вот, понимаете как. Теперь, что касается 40-го года, Виктор Иванович, не просто прибыли оккупанты и создали нам против нашей воли нам молдавскую советскую социалистическую республику. Это была воля самих молдаван. Они этого хотели. Молдаване, в райус айб стату лор. Дар им приуны куруши. Всегда молдаване, вот все 22 года, есть сотни, если хотите, документов румынских, потому что Сигуранца докладывала высшестоящим инстанциям о умонастроениях. Потому что иначе мы бы не имели бы этой информации. Мы бы имели бы только информацию от наших дедушек и прадедушек. Понимаете? То есть, спасибо Сигуранце, благодаря ей. Она докладывала. Мы знаем, о чем думало население, что было у них тут. Сто процентов. И не только Сигуранца, но они цензурировали письма. Так вот, люди писали, мы хотим избавиться от румын и восстановить свою молдавскую государственность. Эм приуны куруши. Вот так вот. Это им больше всего не нравится. Так что, Виктор Иванович, когда в 1991 году развалился Советский Союз, конечно, до этого у нас была государственность в рамках Союза. С международной точки зрения, она как бы была квази-государственностью, потому что у нас не было свободного выхода на международную рену. Хотя у нас было Министерство иностранных дел, созданное, по-моему, в 70-е годы. Но оно было формально. Я тебе скажу по секрету. Если тебе нужен документ, у меня дома, как-то непонятным образом, я букинист, у меня есть первый, под номером один, документ удостоверения нашего Молдавского Министерства иностранных дел при Советском Союзе. Он у меня. Приди, покажи. Не, ну это есть, Виктор Иванович. Это есть, уже есть. Нет, так у меня документ. Я вам верю. Мне не надо рассказывать. Я вам верю. Но мы телезрителям не вам рассказываем. Телезрителям. Так больше, чтобы не поверили. И вы тоже телезрителям это говорите. Конечно. Потому что уже существуют диссертации людей, которые защитились на эту тему. У нас заканчивается время. Сергей, вот скажи, пожалуйста, вот сейчас идут эти дебаты. Одни про румынские, другие там про советские. Все, каждый куда-то тянет. Какая для нас всех объединяющая, на твой взгляд, должна быть идея? Вот твое мнение как историка, социолог. Спасибо за вопрос, Виктор Иванович. Замечательный вопрос. Вот в нашей конкретной ситуации, конечно, идея государственности абсолютно необходима. И нам не просто необходимо государство, нам необходимо эффективное государство. Потому что то, что мы имеем последние 30 лет, это явно неэффективно. Значит, некоторые люди думают, что государство только для них. Вот для того, чтобы они пришли к власти, пользуясь этими рычагами власти, лично обогащались. Это не так. Государственность необходима для нормального политического, культурного, экономического, социального развития народа, которые обладают этой государственностью. Улью нужен дух. Улью нужен дух, который этот дух не просто, он не просто дух идейный, он еще и административные рычаги имеет, этот дух. Он имеет экономические рычаги, он должен обеспечить нормальное развитие. Без эффективно действующего государства не может быть никакого развития, Виктор Иванович. Поэтому и бегут люди. Уничтожьте английское, французское, голландское государство, швейцарское государство, вы уничтожьте, и вы увидите, что там будет разрушена экономика, культурно, и люди разбегутся. Конечно. Понимаете как? Без государственности. Кроме того, в наших конкретных условиях, конечно же, государственность предполагает хотя бы элементарную справедливость, в первую очередь социальную, правовую справедливость. И человечность. Ну, бескоро. Поминиешь и дриптат. И вот в этом плане, конечно, наши люди, уважаемые наши телезрители, наши избиратели, мы с вами тоже избиратели, должны, конечно, 24 февраля определиться. Я, например, буду голосовать за Дадона. Я надеюсь, что вы тоже за его партию пойдете и проголосуете. Это, пожалуй, единственная партия, которая за государственность. Почему? Я объясняю почему. За государственность. Потому что мы с вами сейчас обсуждаем тему государственности. Они, с моей точки зрения, ближе всего к тому, что мы с вами хотели бы иметь. Безусловно. Эффективную государственность. Не будет эффективной государственности, ничего не будет. Уедут все молдаване из этой страны. В советское время, Виктор Иванович, демфунду Сиберии, Венеу, строя, скажем Молдову, потому что тут было хорошо жить. А сейчас миллион молдаван уехало из этой страны. Что мы сделали с нашей страной? Из цветущего сада Молдова и Раградинен флоритуари. Руину сделали. Мы ее превратили в экономическую пустыню. Понимаете? И опять приведу вам пример евреев. Они в прямом смысле из пустыни создали цветущий сад. Вы, наверное, были в Израиле. Был. Под каждым кустиком шланг и водичка капает. Я своими глазами это все видел. Чудо. На песке, на камнях. А мы не глупее их. Понимаете? И Черносима у нас полтора метра. Нам необходимо нормальное управление. Нет бедных, глупых стран. Есть страны с хорошим, эффективным управлением, где государство эффективно работает. И есть страны, где этого нет. Ценят свою государственность или нет. Так точно. И где наплевательски к ней относятся. Большое спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо вам большое. Дорогие соотечественники. Видите, как получается. То есть начали мы со времен Авраама, чуть ли не Саддама и Евы. И пришли к современности. И оказалось, что нить истории никогда не прерывается. Что история это процесс. И он продолжается повсеместно и постепенно. И что выживают только те сообщества людей. Только там происходит непрерывность. Где люди ценят и уважают друг друга через то, что они ценят и уважают то, что сделано их предками. Потому что без духовности, без духа вот этого аулия, без духа предков, нас ничего хорошего не ожидает. И наоборот, история нам показывает, как на примерах, которые нам привел Сергей Назария, профессор Международного Института Международных Отношений Молдовы, следует одно. Но надо идти и бороться. Надо идти и подавать свой голос только за тех представителей нашего общества, которое претендует на власть. Первый вопрос. Как ты относишься к нашим предкам и к нашей истории? Спасибо за внимание. У нас в гостях был Сергей Назария, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok